Актуальные вопросы, важные темы, компетентные мнения. Здравствуйте! В эфире первого мытищенского. Итоговая программа. Меня зовут Юлия Федориненко и прямо сейчас мы расскажем о самых значимых темах этой недели. На этой неделе состоялся прямой эфир с главой городского округа Мытищи. Это уже восьмая встреча в телевизионном формате с начала года. В каждой программе Виктор Азаров по традиции рассказывает о тех изменениях, которые происходят на муниципальном и региональном уровнях и отвечает на вопросы телезрителей. В минувший четверг мытищенцы, как всегда, проявили высокую активность и прислали десятки вопросов до начала программы. Многие свои проблемы озвучили в эфире. Напомню, программа «Диалог с властью» выходит в эфир ежемесячно. О планируемых выпусках мы информируем жителей заранее. К прямому разговору приглашает жителей и руководитель муниципалитета, размещая информацию на своей страничке в сети Инстаграм и официальном сайте окружной администрации. В четверг наш городской округ посетила делегация из города Побратима Габрово. В составе гостей три медика, поэтому главным местом посещения Болгар стала Мытищенская городская клиническая больница. Цель визита – знакомство с коллегами и обмен профессиональным опытом. Алла Сталаева расскажет подробности визита. Мытищенское ГКП гостеприимно открыло свои двери для коллег из Болгарии. Три медицинских работника – директор Габровской больницы Нелли Савчева, рентгенолог Светлана Петкова и руководитель поликлиники Нелли Ноева – побывали в сосудистом центре. Алексей Азаров радушно встретил их в своем отделении и ответил на все интересующие вопросы гостей из Габрово. Заведующий сосудистым центром рассказал и о квалифицированном персонале больницы и о медицинском оснащении. Поводов для гордости действительно много. На сегодняшний день это отделение соответствует мировым стандартам медицины и качество предоставляемой помощи гражданам за последние годы во многом улучшилось. А такой обмен опытом только помогает лечебным учреждениям развиваться. Регулярные взаимоотношения такие между странами в рамках лечебного процесса у нас присутствуют. И всегда они заканчиваются мало того, что каким-то полезным резюме с обеих сторон. И что самое интересное, всегда хочется продолжить эти взаимоотношения. И всегда мы расстаемся на хороших личных контактных данных. И всегда друг друга ждем в гости. И на самом деле зарождается такое медицинское хорошее взаимоотношение, сообщество. И я считаю, что это очень полезно. За прошлый год мы Сичинскую больницу для медно опытом посетили три официальных делегации из Голландии, Индии и Германии. Вот и болгарская делегация вошла в список еще недавно гостей, а теперь уже и добрых друзей. Мне понравилась организация. Понравилось, что ваши доктора имеют многие случаи. Это очень полезно для опыта врачей, которые работают здесь. Но наше здравоохранение и ваше имеют существенное разница. И не можно принять все и организация деятельности поставит в нашей больнице. Для меня очень я рада, что слышу, что ваше государство дает многие деньги для аппаратуры. У нас другая организация. В рамках официального визита в Мытищи делегация посетит перинатальный центр, конституционный детский центр и другие лечебные учреждения нашего муниципалитета. 9 сентября гости уезжают на родину в Болгарию. И, возможно, новая встреча с коллегами из Мытищинской больницы состоится уже на их территории. Каким быть Мытищинскому лесопарку, обсудили специалисты МКУ «Леспаркхоз» с первым заместителем председателя Мособлдумы Никитой Чаплиным. Проект создания современного парка приобретает реальные черты. В зоне отдыха уже появились детские и спортивные площадки. И это только начало большой работы по благоустройству. Подробности в материале Сергея Берзина. Через 3-4 года здесь будет сказочный лес. Он и теперь сказочный. Настоящий русский лес. Но мы-то хотим большего. Чтобы все было под рукой, но как в нетронутой природе. Лес есть лес. Здесь по-особому дышится. И только находясь здесь, ты понимаешь, какое это огромное богатство. Иметь возможность попасть сюда хоть на час, да хоть на полчаса во все это великолепие. Особенно рядом с городом. Очутиться в этом великолепии, конечно, можно. Но вот сохранить его получается не всегда. И тогда под ноги лучше не смотреть. Там притаились свалки. Но грибникам-то надо смотреть именно под ноги. Сергей и Юлия Сурины – заядлые грибники. И этот лес облюбовали давно. И болеют за него всей душой. Самая главная болезнь – это мусор в лесу. Когда ходим по лесу, больно. Смотреть на выброшенные бутылки. Тут все, вся таблица Менделеев. Впрочем, перемены в лесу очевидны. На этой схеме видны основные маршруты и игровые зоны. При этом тихая охота грибников никак не должна пострадать. Трудно было бы сейчас сказать. Когда что-то будет реализовано, уже станет понятно, в каком направлении еще стоит двигаться. Пока задумка очень хорошая. Задумка уже воплощается наяву. Выделены средства. Есть на что посмотреть, оценить первые объекты. Для первого заместителя председателя Московской областной думы это проект особый. От замысла и решения организационных вопросов он принимает в нем непосредственное участие. Красиво сделано. Дорого, красиво. Дорого. Таких нету в Барвихе, в Одинцово, нигде. Они вот у нас самые дорогие детские площадки, которые я вижу под Москвой. Но ее надо сохранить. О чем бы ни заходила речь, об устройстве освещения, организации видеонаблюдения, об устройстве велосипедных дорожек, все должно решаться в комплексе. Тогда лесопарк станет притягательным для культурного отдыха всей семьей. Вчера первый раз пришли, погуляли. Понравилось? Да, понравилось. Причем приходят сюда люди, которые повидали образцовые парки. Им есть чем сравнить и есть на что рассчитывать в этом проекте. За нами сегодня сейчас детская площадка. Это, наверное, самая хорошая, самая дорогая детская площадка, которая у нас в городе есть. Поэтому я предлагаю жителям опробовать, сказать свое мнение насчет этой детской площадки. И приглашаю также высказываться на сайте о Матичинских парках, о том, каким быть нашим лесопарку. Проект лесопарка также размещен на сайте администрации Матич, поэтому можете посмотреть и добавить какие-то свои предложения. Сейчас в лесопарке ведутся работы по расчистке от сухостоя и валежника. Здесь будут высажены молодые липы и зеленая палитра леса обогатиться новыми красками. Приходите и сами все увидите. Богатство природы, красота леса – все это во многом зависит от каждого из нас. А ведь сделать мир лучше в наших силах. Ну, как минимум, повлиять на экологическую обстановку. 16 сентября губернатор приглашает жителей Подмосковья принять участие в акции «Наш лес, посади свое дерево», которое пройдет в следующее воскресенье с 10 до 13 часов. В этот раз ее центральной площадкой станет поселок Клязьминское водохранилище. В ходе мероприятия планируется посадить около 46 тысяч саженцев, хвойных и лиственных пород. Подробности проведения акции нам рассказала заместитель главы администрации округа Светлана Лысенко. Есть ли какие-нибудь изменения в проведении акции «Наш лес, посади свое дерево»? Произошли некоторые изменения, и теперь данная акция перенесена на 16 сентября. Если вы видите уже на баннерах, на рекламных счетах, уже висит новая информация, поэтому об этом я бы тоже с удовольствием проинформировала. Вот жителям нужно иметь в виду, что именно в день города у нас состоится посадка леса. В какое время начнется акция? Сама посадка леса начинается с 10 утра, заканчивается в час, как правило, ну это официально. Но у нас всегда очень быстро проходит эта акция, людей достаточное количество обычно приезжает, что позволяет нам в более короткие сжатые сроки реализовать нашу идею. Два больших и любимых всеми мытищенцами мероприятия пройдут в один день, 16 сентября. Насколько сложно их совместить? Это никак не повлияет на качество реализации всех наших мероприятий. И посадки леса, и международного фестиваля, который будет у нас состояться, он, кстати, начнется в обеденное время, поэтому я думаю, что никаких проблем с этим не будет. Но насчет сложности, это могут быть только проблемы администрации, чисто организационного характера, я пока проблем никаких не вижу. Я считаю, что мероприятие достойное, и моя задача сегодня пригласить всех жителей поучаствовать в данном мероприятии по посадке леса, по обновлению нашего лесного массива. Напомните, пожалуйста, телезрителям, где найти информацию об акции и площадках высадки деревьев. Очень хороший сайт, объемный, полноценный, заполненный информацией есть у нас. Посади свое дерево, точка ру, открываешь, там желтенькие, зелененькие флажочки, их нажимаешь, все очень просто, и находится конкретно площадка с местом ее дислокации, расположения, легко ее абсолютно найти, и там прописано, сколько каких деревьев будет высаживаться, в том числе вот именно по городу. Это и парковые зоны, это и береговая зона реки Яуза в районе 10-й школы, и на Дружбе, и так далее. Очень много у нас есть мест, куда, ну там в силу каких-то определенных обстоятельств, если жители не могут доехать до поселка пансионата Клязьминского водохранилища, то, соответственно, могут прийти с детьми, с внуками на территорию городских площадок и высадить деревья. Какое количество деревьев будет высажено в городе? У нас в городе будет 360 деревьев высажено, абсолютно разные, клены и березы, и декоративные деревья, и 750 кустарников. Я считаю, что это очень хорошее мероприятие. Мы все уже город свой любим за его озеленение, за то, что он отличается, и очень существенно отличается от других муниципальных образований. Поэтому я считаю, что эту идею нужно продолжать. Что интересного ожидает мытищенцев во время проведения акции? На центральной площадке будут мероприятия, я, может быть, повторюсь. Мероприятия какого характера? Музыкальное сопровождение с целью создания определенного настроения, естественно, праздничного, учитывая, что это еще и день города. Будет, естественно, каша солдатская, как это традиционно у нас бывает, не менее чем на тысячу человек, на то количество, которое мы предположительно ожидаем. Ну и, соответственно, посадочный материал. Посадочный материал, пусть никто не волнуется, хватит всем. Абсолютно он такой качественный. Каждый раз нам привозят качественный материал. И, кстати, очень хорошая приживаемость. Мы проверяли. Я думаю, это тоже интересно, наверное, знать жителям, что не просто, не пустые трудозатраты мы осуществляем, а на самом деле есть результат, есть озеленение. Действительно, поскольку мы сажаем хвойники, они в первые годы, естественно, приживания очень медленно произрастают, но потом в дальнейшем отдача будет. Самое главное, что 95% приживаемости есть. Вот это очень важный момент. Поэтому, вот исходя из этого, всех с удовольствием приглашаю на данное мероприятие. Мы, конечно, всех будем встречать. Есть необходимость желающим посадить дерево, приходить со своим инвентарем. Никакого инвентаря не надо. Мечи Колесова все будут выдаваться там. Только прийти с хорошим настроением. Ну и единственная просьба, все-таки следить за погодными условиями, в случае наличия дождя. Ну, наверное, надо резиновые сапоги. Может быть, если кому-то захочется взять перчатки. А так, в принципе, никакой необходимости больше ни в чем нет. Как можно добраться до площадок высадки деревьев? И стоит ли желающим принять участие в акции отказаться от поездки на мероприятие на личном транспорте? Вообще-то да, потому что организованной, как таковой, площадки нет. В связи с отсутствием там, в принципе, площадей свободных, обочина. Но вы понимаете, что это не совсем безопасное мероприятие. Поэтому у нас доставка предусмотрена. Значит, вот второе изменение, которое я бы хотела озвучить. Если я первоначально говорила о том, что от площади у нас отправляются автобусы, то на сегодняшний момент некоторые изменения произошли. И все автобусы будут стоять на 15 маршруте возле автостанции. Вот это очень важно, возле автостанции. На автобусах будут наклейки, вот брендовские, посади свое дерево, наш лес. Поэтому никто не ошибется. Естественно, всех будут ожидать. И вот с 8.30 будут стоять до 9.30, для того, чтобы наших жителей отвезти до места посадки. Ну и, соответственно, точно так же оттуда, с места посадки, сюда же, назад, на автостанцию мытища, будут возвращены. То есть автобусы будут, доставка обеспечена. Никакой необходимости мучиться там с парковкой личного автотранспорта нет. Часто ли лично вы принимаете участие в акции «Наш лес, посади свое дерево»? И какое ваше любимое дерево? Каждый раз я лично принимаю участие в этом мероприятии. Ну, тут сложно, наверное, сказать о любимом дереве. Оно у меня может быть одно, но, к счастью или к сожалению, нам необходимо сажать тот посадочный материал, который рекомендуется правительством Московской области. В данном случае, я повторюсь, это сосна. То есть мы высаживаем на этой территории исключительно сосны. Поэтому на день посадки леса моим любимым деревом будем считать сосну. В год экологии вопросам экологии особо пристальное внимание. Работа ведется в комплексе, а начинается она с наведения чистоты и порядка. Уже почти месяц на территории городского округа Мытищи проводятся антимусорные рейды. Ежедневно сотрудники администрации, надзорных и правоохранительных органов, коммунальных служб и общественных организаций проводят профилактические мероприятия, цель которых – отучить жителей региона мусорить в общественных местах. И результаты этой работы уже есть. Алла Сталаева продолжит. «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Эту известную поговорку, к сожалению, некоторые несознательные граждане забыли. И как результат – наличие мусора в несанкционированных местах. Антимусорный рейд «Свинья», проводимый в Московской области, направлен именно на пресечение таких случаев. Жители, которые выкидывают мусор там, где захотят, привлекаются к административной ответственности. На сегодняшний день привлечено к административной ответственности за несанкционированный сброс мусора вне установленных для этих целей мест 26 человек. То есть 26 граждан, которые проживают на территории городского округа Матищи, допустили нарушение. И хочу напомнить о том, что штрафные санкции за данное правонарушение кодексом административных правонарушений Московской области предусмотрены от 4 до 5 тысяч рублей. Пока все нарушители получили штрафные санкции 4 тысячи рублей, так как это было первое правонарушение. Что же движет такими нарушителями закона? Почему о чистоте в своем родном городе они думают в последнюю очередь? Какие только отговорки и оправдания от жителей за время профилактических мероприятий не слышали представители мобильных групп антимусорных рейдов. Да только все это напрасно. Чистое Подмосковье – это задача каждого из нас. А если перекладывать ответственность на кого-то другого, то тогда и результата не дождаться. Я хочу напомнить уважаемым жителям и гостям города о том, что нельзя сбрасывать мусор на автобусных остановках возле урн. О том, что нельзя сбрасывать мусор вдоль обочин автомобильных дорог. О том, что нельзя сбрасывать мусор вдоль урн или возле урн, возле многоквартирных жилых домов. О том, что нельзя сбрасывать крупногабаритный мусор у контейнерных площадок. Кстати, если вас не поймали за руку во время нарушения закона, и вы выбросили мусор в неположенном месте, не думайте, что вам повезло. О вашем правонарушении все равно узнают. Во многих местах, где допускает сброс мусора, установлены скрытые видеокамеры. И поэтому нарушители или нарушители не должны удивляться, когда увидят себя либо в сети интернет, либо в средствах массовой информации о том, что они допускают подобного рода нарушения. И все же результат антимусорных рейдов, как говорится, налицо. Бдительные граждане фиксируют выброс мусора в несанкционированных местах и сообщают об этом в Госадомтехнадзор Московской области, а также выкладывают фото в сеть интернет. Подобных нарушений становится все меньше. Рейд свинья будет проводиться на территории региона до конца сентября. Цель этих мероприятий не только наказать правонарушителей, но и создать, наверное, в обществе такую атмосферу, такое понимание, что нельзя нарушать. Мы все-таки живем в прекрасном городе, в прекрасной области. И хотим, все хотим, чтобы там, в нашей области, в нашем городе было чисто и опрятно. Красивый и ухоженный город – это результат совместных усилий, как власти, так и самих жителей. Заботясь о чистоте в своем доме, не следует забывать о чистоте своего города, области и всей страны. Итоги проекта «Чистое Подмосковье» – результаты операций «Засада и дачники» подвела накануне руководитель Государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева, которая отметила, что работа должна быть плановой и системной, тогда и результаты ее будут действительно ощутимы. И в качестве положительного примера неоднократно привела мытищи. Пресс-конференцию Татьяна Витушева начала с подведения итогов сезонных профилактических мероприятий. К примеру, операция «Засада», которую сотрудники Государственного административно-технического надзора проводят с мая по ноябрь, в этом году выявила 520 фактов несанкционированного сброса мусора вдоль подмосковных дорог. Места для организации «Засад» выбираются вдоль маршрута выезда дачников домой после отдыха и выходные дни. Предварительные результаты на сегодняшний день положительные. Было задержано 279 автомобилей, легковых из них 208, грузовых 71 и более 80%. Эта цифра, к сожалению, остается постоянной на протяжении длительного времени. Это автомобили, имеющие московские номера. Второе направление, которое также усилено в этом году, это работа с дачниками. Все садовые товарищества обязаны заключать договоры на вывоз мусора. И тут нам есть чем похвастаться. Мытища возглавляет список отличников. Есть наши муниципалитеты в Подмосковье, дачники, в которых, я имею в виду СНТ, заключили договоры на вывоз мусора на все 100%. Это Мытища, Дубна, Фрязина, Лосинопетровский, Котельники, Бронец, Сыжуковский, Серпухов, Протвино, Пущино, Краснознамец, Красногорск, Лобня, Королев, Ивантеевка. То есть здесь нет ни одного СНТ без заключенного договора на вывоз мусора. То есть закон исполняется полностью. Татьяна Витушева также отметила, что в городском округе Мытищи на высоком уровне организована работа оперативных групп в рамках антимусорных рейдов «Свинья». Ежедневная усиленная работа дает свои результаты как в нашем муниципалитете, так и в целом по региону. Выявляются все свалки вне зависимости от принадлежности. Мы смотрим леса, мы смотрим земли сельхозназначения, муниципальные земли, ну и, соответственно, дороги. Конечно, по каким-то мы имеем право применять свои меры административного взыскания, какие-то нам не подконтрольные. И тогда мы информируем ответственных лиц, должностных лиц, которые отвечают за ту или иную территорию, о истинном состоянии дел на веренной им территории с требованием немедленно привести данное состояние в норму. Говоря о цифрах, за август по нарушителям было вынесено более 400 предупреждений и назначено более 300 штрафов на общую сумму 15 миллионов 500 тысяч рублей. Руководитель государственного административно-технического надзора Подмосковья, завершая встречу, подчеркнула, что добиться результата в борьбе с мусором можно только сообща и поблагодарила всех, кто принимает участие в антимусорных рейдах. В чистых лесах удовольствие не только гулять, но и грибы собирать. Впрочем, этой осенью вряд ли удастся порадовать себя тихой охотой. Сезон сбора грибов обычно заканчивается в октябре, но в этом году в Подмосковье грибов мало как никогда. И подвести итоги этого урожая за лето 2017-го можно уже сейчас. Сотрудники Роспотребнадзора регулярно проводят проверки мест продажи грибов и исследуют дары природы. Хорошие ли грибы в городском округе Мытищи? Узнаем прямо сейчас. Маслята, белые подберезовики, лисички – в нашем регионе можно найти грибы на любой вкус. Обычно сентябрь – это настоящее раздолье для грибников. Но в этом году, возможно, из-за прохладного и дождливого лета грибов мало. Этот показатель отразился и на самом качестве грибов. Этот год как никогда, за весь период еще пока ни одного случая не зарегистрировано отравление грибами. Но, наверное, это связано с тем, что и самих грибов пока не очень много. А может быть, и имеет какое-то значение то, что люди стали более внимательно относиться к получаемой информации, правильно собирать, готовить грибы. Роспотребнадзор традиционно мониторит состояние грибов. Особенно важное значение придают тем, которые продаются на продуктовых рынках. Так, в прошлом году было зафиксировано около восьми отравлений грибами в Подмосковье. И несмотря на то, что этот год за долгое время стал исключением и отравлений зафиксировано не было, осторожность все-таки не помешает. Ни отклонений по радиационному фону, ни отклонений по содержанию солей тяжелых металлов – этого нет. Но нельзя сказать, что этого нет в той продукции, которую продают в местах несанкционированной торговли и вдоль дорог. Ведь грибники далеко в лес для себя любимого только уйдут, если будут собирать продукцию. А если будут собирать на продажу, как правило, это рядом с дорогой, или железной дорогой, или автомобильной дорогой. И поэтому там возможно накопление солей тяжелых металлов. Кроме того, может быть, идти сбор грибов в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий, где накапливаются в земле соли тяжелых металлов, и оттуда из земли они могут попадать в сами грибы. Поэтому покупать в местах несанкционированной торговли очень опасно. Грибы – продукт скоропортящийся. Переработать их нужно в день сбора. Тщательно промыть и отварить. Это всем известные правила. Но вот сотрудники Роспотребнадзора не советуют покупать баночки грибов у дороги. Есть риск заболевания ботулизмом. Покупать продукцию надо только в промышленной копорке, потому что только в результате воздействия не только температуры, но и атмосферного давления при консервировании споры погибают. В домашних условиях мы добиться стопроцентного уничтожения спорба-тулизма не можем. Помимо лаборатории Роспотребнадзора, грибы проверяет и санитарная служба на Масичинском рынке. Многие граждане приносят собранные грибы именно туда и узнают точные ответы на вопросы – съедобный или ядовитый гриб, качественный или нет. Там предоставят полную экспертную оценку. И в завершении короткие советы для всех грибников. Правило для грибников. Не уверен – не бери. Если ты не знаешь этот гриб, не брать. Не пробовать на вкус. Очень многие начинают при сборе грибов, не знают гриб, решают его попробовать. Мы не знаем, что мы с вами пробуем. Поэтому вот это два очень серьезных правила. И, конечно, место сбора. Если собираете для себя, хотите получить качественный продукт и не причинить вред здоровью, надо собирать подальше от железных дорог, автомобильных трасс и промышленных предприятий, кладущей и так далее. Вот это вот правило по сбору. На прошлой неделе в социальных сетях появилось видео массовой гибели птиц у одного из торговых центров на Олимпийском проспекте. Проблемой обеспокоился и наш экологический обозреватель Сергей Берзин. Конечно, городская среда – не лучшее место для лесных птиц. Приспособиться к ней у них нет никакого шанса. Впрочем, в городских парках и скверах зимой их подкармливают. Это многих спасает. Но летом птицы спешат подальше из городов, а эти синицы как будто специально сюда залетели. Появление здесь в городской черте вот таких погибших птичек всегда вызывает вопросы. Что подействовало, что повлияло вот на эту синичку, почему она оказалась здесь в городском квартале, ну, ответ, наверное, знают орнитологи. Считается, что синица почти так же неприхотлива, как домовой воробей. Но ее мы встречаем намного реже, поэтому гибель сразу нескольких особей не может не вызвать тревогу. А уж предположений-то сколько. Что это? Птичий грипп, а он зафиксирован в разных регионах страны. Орнитоз или попугайская болезнь. А может, это отравление? Гадать не стоит, надо обратиться к специалисту. Предположение, что эта птица погибла примерно 2-3 часа назад. Мы исключаем инфекционные заболевания только с помощью лабораторных методов исследований. Нечто подобное наблюдалось весной. Тогда погибло несколько особей свиристели. Но это была не инфекция. В городе же массовая гибель лесных птиц еще не фиксировалась. Также будем мониторить ситуацию непосредственно в том месте, где обнаружили птицу. Поспрашиваем про жителей района. Может быть, еще где-нибудь видели. Либо это был единичный какой-то момент, или массовый. Результаты анализа будут известны через 2-3 дня. Пока проводится сбор информации, ведь случай действительно прежде не наблюдавшийся. К концу недели наш корреспондент связался с Мытищинской станцией по борьбе с болезнями животных и получил результаты лабораторных исследований, которые, надеюсь, объяснят причину падежа пернатых. Внимание на экран. Для исключения инфекционных заболеваний мы направили трупы синичек в лабораторию. Для исключения таких болезней, как орнитоз, сальмонолез, гриб птиц и болезнью Касла. И получили отрицательные результаты по всем заболеваниям. Но не исключается просто какой-то травматический фактор. То есть, вот место, где обнаружили птицы, там вот этот торговый центр, он из поверхности стеклянная, бликующая, может, это привлекло их. И они просто ударились у поверхности. И к другим темам этой недели. Необычный урок прошел в среду в 27-й городской школе. Ученикам третьего класса рассказали и показали, что такое электричество. Занимательные и поучительные занятия для школьников уже не первый год проводит мытищинский филиал Мособлэнерго. Цель таких встреч – познакомить учеников с правилами пользования электроприборами и объяснить, чем опасен лежащий на земле провод. Впрочем, в этот раз дети, кроме теории, получили еще и большой багаж впечатлений. Этого урока нет в школьном расписании. Проводят его не учителя, но он очень важен для каждого ребенка. Сегодня в актовом зале 27-й школы для учеников третьего В-класса проходит занятие на тему безопасного обращения с электрической энергией и электроприборами. Сегодняшнее мероприятие проводится в рамках программы «Вместе ярче». И не только в рамках этой программы. Мы это мероприятие проводим ежегодно для того, чтобы еще раз напомнить детям, насколько полезна и в использовании в быту, и в школе везде электрическая энергия, и насколько она опасна. Специалисты Мособлэнерго о серьезных вещах детям рассказывают в игровой форме. Так легче усваивается полезная информация. Вот, к примеру, паровая машина, которая наглядно показывает, как один вид энергии переходит в другой. Достигается перевоплощение тепловой энергии в электрическую буквально за считанные минуты. Когда это все заработает, загорится вот эта вот лампочка, она покажет, что электричество появилось. Но, пожалуй, больше всего юных зрителей заинтересовало Тесла-шоу, которое представил, как он сам себя шуточно назвал, дальний-дальний российский родственник сербского инженера, физика и изобретателя электротехники Николы Тесла, Коля Тесла. Он показал ребятам на первый взгляд чудеса. На самом деле серьезные физические эксперименты. Начали знакомство с электрическим током с небольшой катушки Тесла, которая на расстоянии зажгла обычную энергосберегающую лампочку. А затем перешли к более серьезному шоу. Захватывающее зрелище, нечего сказать детвора, не скрывает удивления и любопытства. Впрочем, почувствовать себя начинающим физиком смог каждый из ребят. Во время шоу ребята увидели молнию на расстоянии всего нескольких метров. Поймали электрический разряд голыми руками и примерили перчатку повелителя молний. А еще держали в руках лампы, которые горят без подключения к электросети. Это были настоящие чудеса. Мне очень понравилось, когда профессор передавал электричество через себя. Мне кажется, что это невозможно. Может быть, это волшебство? Ну, может быть. И не хватает волшебной палочки. Впрочем, кроме впечатлений, дети вынесли главное правило. С электричеством и приборами, его проводящими, нужно быть очень осторожными. Я знаю, что нельзя мокрые руки совать в розетку, потому что вода тоже проводит ток. И нельзя без родителей эти опыты проводить. Потому что можно удариться током. Это приведет к очень плохим последствиям. Нельзя прикасаться к оголенным проводам. Нельзя заходить в двери, где электричество. Если лежит провод, то надо от него стоять на большой расстоянии, на 10 метров. На память об этой познавательной встрече школьникам вручили светоотражающие элементы или фликеры. Они помогают быть заметнее на дороге в темное время суток. Подобные уроки в ближайшее время пройдут не только в школах нашего городского округа. Сотрудники мытищинского филиала МОЗ «Облэнерго» готовы прийти в гости к учащимся общеобразовательных учреждений Пушкина и Королева. Сотрудники госавтоинспекции к безопасности приучают детей по-своему. Люди в погонах проводят множество оперативно-профилактических мероприятий, направленных на снижение числа ДТП с участием несовершеннолетних. С конца августа и до середины сентября в регионе проводится акция «Внимание, дети!». Начало осени считается самым напряженным периодом по обеспечению безопасности детей. Но здесь не стоит забывать, что очень многое зависит от собранности и дисциплинированности родителей. А они подчас ведут себя по-разному. Во время дорожного движения на загруженной автостраде не бывает мелочей. Что-то может сыграть самую неожиданную роль в неподходящий момент. Страховка безопасности в данном случае не бывает лишней, особенно для детей. Специальные удерживающие устройства для детей – такая же необходимость, как ремни безопасности для взрослых. Ведь даже самые любящие родители не удержат ребенка на руках при столкновении машин, а это, к сожалению, уже бывало. Но также, к сожалению, не все родители усвоили эту простую истину. Дети перевозятся без специальных устройств, а оправдывается это вот такими нервными выходками. Не вторгайтесь в его личное пространство, требует этот гражданин, не понимая, где он находится. Такое поведение не убережет его же детей от аварийной ситуации. А штраф заплатить все равно придется. Напоминаем, что произошли изменения в правилах дорожного движения Российской Федерации. Перевозка детей младше 7 лет должна осуществляться с использованием специальных удерживающих устройств. Дети от 7 до 11 лет включительно на заднем сидении могут удерживаться штатным ремнем безопасности. На переднем сидении только с использованием детских удерживающих устройств. А вот пример того, как надо заботиться о безопасности детей. Здесь соблюдены все необходимые требования. Удерживающее устройство подобрано по росту девочки. В нем она чувствует себя удобно. А ее брат пристегнут на заднем сидении. Остается пожелать им счастливого и безопасного пути. И к новостям культуры. Фольклорный коллектив «Отрада» побывал на фестивале в Польше. В городе по-братиме Плотске мытищинцы давали ежедневные концерты. О том, как принимали наших артистов польские зрители, с какими впечатлениями наши земляки вернулись из поездки, в следующем сюжете выпуска. Ой, дувай, дувай, да, дувай, да, мотовилица зелененькая, да, что ж было тонко прясть. Ой, дувай, дувай, да, дувай, да, дувай, да, дувай, да. Фольклорный ансамбль «Отрада» любят не только мытищинские поклонники. С большой радостью исполнительницы русской песни встречаются за рубежом. С 21 по 28 августа коллектив принял участие в шестом фольклорном фестивале на Висле, который проходил в городе по-братиме Плотске. График концертов был насыщенный, но вся усталость компенсировалась радушным приемом польских зрителей. Наш коллектив был во многих странах мира, но так, как нас встречали в Польше и в Плотске, нас не встречали нигде. Мы были просто удивлены, как нам люди аплодировали, хлопали, пели с нами «Катюшу». То есть это было такое радушие. Помимо концертов у нас были еще поездки в социальные дома, где там вот для людей престарелого возраста, для детей, для инвалидов мы тоже давали концерты, с ними играли. Для жителей города Плотска неоднократно проводились концерты, шествие было с жителями. Все к нам присоединялись, пели русские песни, все нас приветствовали, кричали «Россия, вперед!». Не случайно наша беседа о поездке проходит в зрительном зале. Мало кто знает, что еще 10 лет назад участницы ансамбля смотрели на сцену в основном из зала. Не сразу их объединила русская песня, а вот любовь к творчеству связала сразу в дружный коллектив работников Дворца культуры Яуза. Это они организовывают и режиссируют культурно-массовые мероприятия Дворца на любой вкус и возраст. Это им не составило труда расположить к себе иностранных зрителей без знания польского языка. Вот женщина одна говорит, я, мое сердце, вот так, то есть выражали свое мнение, свое отношение к нам, эмоции, жестами, и без слов все понятно. Президент Плотска присутствовал на концертах лично, и ему тоже не требовалось дополнительных слов, чтобы понять широту русской души, о которой пели мытищинские исполнительницы. Даже без перевода он понял наши пожелания, которые мы ему адресовали. Мы ему в дар принесли куклу из наших промыслов, были, но очень красивые. И в ответ он тоже передал привет нашему городскому округу, нашей администрации. Тоже нам передавал сувениры и подарки, которые мы уже все вручили. Все творческие коллективы были приглашены в Кафедральный собор. Там прошла акция «Мир во всем мире». Представители каждой страны и участницы произнесли речь, смысл которой был един, чтобы на земле не было войны. А затем в соборе снова исполняли песни. Духовный стих исполнил и ансамбль отрада. «А я грешный, грешный человече, с патюшки ложился, с патюшки ложился, Богу помолился, Богу помолился». Сила искусства – великая вещь. Ей подвластно объединять самых разных людей в самые разные времена. И чувства добрые я лирой пробуждал, как сказал великий классик. Вот и вольклорному ансамблю отрада удалось показать иностранцам неведомую Россию с богатейшей культурой. Конечно, музыка вне политики. На творчество никоим образом не влияет политические взгляды, мотивы. А наоборот, даже отношения показывают, что добро не знает границ, и творчество у нас общий. Округ мастеров. Под таким названием открылась выставка творческих работ сотрудников Матищинской администрации. Что является отдушиной и чем занимаются в свободное от работы время, чиновники можно увидеть на втором этаже картинной галереи. А прямо сейчас – неизвестные грани талантов сотрудников административного аппарата. Рабочий день уже закончен, но они не торопятся расходиться. Сегодня впервые открылась выставка творческих работ сотрудников администрации. И лучше название для нее и не придумать – «Округ мастеров». Порядка 300 работ, 79 участников выставки открыли другую сторону их жизни, вне стен администрации. Любая красота, она несет добро и, естественно, позитив. А позитив в нашей жизни сегодня такой дефицит. Поэтому, слава Богу, что у нас столько, столько жизнерадостных, оптимистичных сотрудников, у которых такой грандиозный талант есть, оказывается. Красота, как вы понимаете, спасет мир, да? Значит, есть на кого положиться. А теперь смотрите сами, как талантливый человек может быть успешен во всем. Вот такие картины пишет заместитель главы Светлана Лысенко. Стоит ли говорить, что удивление вызывала каждая работа, представленная на выставке? Ведь о таких творческих способностях сотрудников администрации не догадывались и сами коллеги. Мы не только призваны исполнять указы, приказы, поручения. Каждый из нас здесь присутствующих и тех, кого сейчас нет, человек интересный, интересующийся и творческий. Живопись, декоративно-прикладное творчество, бисероплетение, вязание, фотоискусство и даже художественная обработка кожи. Свои работы призванные художники представили ко дню городского округа, который пройдет 16 сентября. То, что Матичинская земля всегда славилась своими умельцами, было известно давно. А сегодня ей по праву присвоено новое звание – округ мастеров. Я столько много узнала о своих коллегах по администрации, чего раньше не знала, какие они талантливые. Каждый участник выставки был награжден памятным дипломом, восхищением зрителей и морем положительных эмоций. Что еще нужно творческой натуре? Все вместе они участвовали в перетягивании каната, сдавали нормы ГТО, а сегодня удивляли друг друга художественным потенциалом и умением находить радость и красоту в жизни. Уверена, что это не последняя инновация в администрации городского округа Мытища. И очень здорово и гордо, что вы, уважаемые коллеги, вот таким образом славите и честуете наш городской округ Мытища. И в завершении выпуска расскажем о спортивных успехах этой недели. В спортшколе «Авангард» состоялось открытое первенство по гулболу среди подмосковных команд. Особенные игроки, необычный мяч и сама игра заставляет в очередной раз восхищаться волей к победе, любви к спорту и жизни. То, что проблемы со здоровьем ставят крест на жизни и уж тем более на спорте, давно опровергли паралимпийские чемпионы. Мытища гордятся своими особенными спортсменами, которые прославляют наш округ на различных соревнованиях по всему миру. Вот и для сегодняшних спортсменов выступление на открытом первенстве по гулболу станет важной ступенью на пути к международным состязаниям. Это, в принципе, турнир, который только является смотровым для тренеров, чтобы определить уже конечный состав сборной, который поедет на международные соревнования. Пять подмосковных команд, в числе которых Мытищий Королев, все члены сборной Московской области, Четыре мастера спорта и один кандидат в мастера спорта. Игроки хорошо физически подготовлены. Еще бы! Ведь свои голы они забивают необычным тяжелым мячом. Он весит килограмм 250 грамм. Сделан из резины. Соответственно, внутри него находятся колокольчики, и игроки играют на слух. То есть у них одеты специальные свето-непроницаемые очки. И на полу находится специальная разметка, которую они щупают и таким образом ориентируются в пространстве. Впереди у сборной насыщенный сезон. Несколько международных турниров, один из которых пройдет в Королеве 16-17 декабря. Подготовка к чемпионату России в 2018 году. Остается пожелать спортсменам честной и бескомпромиссной борьбы. И побольше медалей. Мне остается пожелать всем телезрителям хороших выходных. Таковы были главные события уходящих семи дней. Увидимся через неделю. Команда первого мытищинского работает для вас.